Итак, дорогие друзья, наконец-то мы дошли до самого прекрасного места нашего организма, самого приятного и эротичного, это стопы. Здесь столько, я не шучу, здесь столько точек акупунктурных, которые отвечают за наш эротический баланс, потенциал тела и все его внутренние органы. Конечно, в нашем таком экскурсе, экспресс массажа, мы не будем проходить досконально все эти точки, просто мы будем обозначать некоторые зоны. И, как я говорил, мы с любовью относимся к нашему пациенту, к любому, и поэтому, тоже вот я не зря с улыбкой говорю, тоже вот этой ноге мы специально поднимаем, чтобы она была нам удобна, приятна, рядышком находилась. Для того, чтобы наши отношения тоже, но не было такое отражение, наше внутреннее отражение, не перекладывалось на нашего подопечного. Вот мы, представьте, что вообще форма ноги, она напоминает саксофон, да, вот в таком ракурсе, мы как будто на нем играем, вот эти нотки, да, вот мы прищепку делали, да, нажимали вот на вот эти клавиши, эти где у него ноты, вот так сильно, да, вот в этом месте, это вот забитие нога, значит, это чувствуется. Потом обходили аккуратно вот эту вот косточку, да, любовно так. Дальше цепляемся рукой, скобой, как бы, да, подкова такой, сверху вот эти точки акупунктурных с двух сторон. Они, вот есть две над косточкой, да, они болезнь, набивают мутерная точка, она чуть-чуть чувствительна, а если сверх меру чувствительна, это как бы нам сигнал того, что где-то в организме, в этом месте, ну, есть карта специально этих точек, да, вот сейчас никуда не останавливаться, внизу под видео вы увидите ссылку, где их можно скачать, посмотреть, вот пониже, над косточками, да, и чуть выше, через сантиметр, примерно вот такой, где начинается мякоть, мякоть уже, не кости, да, вот отрываем мякоть. Вот эти точки прорабатываем. Параллельно, не забывая про вторую руку, можно проработать вот вместо сгиба, эти все точки, они отвечают за сексуальную нашу функцию, то есть мы увеличиваем человеку его потенцию, грубо говоря, активно до тепла с двух сторон. Вот, далее, рука, которая ближе к пальцам, ног, да, она захватывает удобно стопу, большим пальцем, видите, как встал, как вот, вспомните, пинг-понг, маленький теннис, как мы ракетку берем, да, один палец вверх, чтобы контролировать, да, движение, как бы его закрепили, и вращаемся все силы, в одну сторону, в другую сторону, раскручивая ногу, стопу, перехватили руку повыше, видите, ниже рука сначала, на голени, да, теперь перехватил повыше, вот прям под пяткой, как бы, раздвигая кости стопы от голени, вот я эту руку стараюсь раздвинуть, а это еще больше расшатывало, далее схватили рукой за пятку, а здесь теперь верхняя часть стопы, вот относительно друг друга тоже мы их расшатываем, потом схватили за вот эту часть стопы и вот эту часть расшатываем вместе с большим пальцем, расшатали, проходимся до большого пальца, зажимаем, вот здесь уже был шелчок такой, то есть такое дело, как бы, лассо из пальцев, захватили, на себя шелдернули, захватили и на себя дернули, на себя дернули, я, главное, что-то теплотаю, дергай сам, вот, потому что тут я еще дополнительно пережимаю, но в этом уже отдельно перележать, есть аккумуляторные точки, на каждом сочленении нашего пальчика с той стороны и с обратно, да, вот на них можно так понажимать отдельно, на большом пальце тоже, это видно или нет, вот, на каждом сочленении, и, как я вам говорил уже, да, все у нас перекрестное идет в организме, право иногда отвечает за левую сторону, я иногда пациенту говорю, ну, поверишь, я тебе сейчас левый глаз массирую, а сейчас в левую губу, а сейчас левый коренной зуб массирую, в общем, вот это так находим, потом точки есть на подушечках стопы вот с этой стороны, их тоже можно вот так вот быстренько пройтись, то есть мы же не аккультура занимаемся, да, мы просто стимулируем, стимулируем все, прошли с той стороны, проходим теперь с этой стороны, мягко, чтобы он не чувствовал никакого подвоха, подготавливаем его, вот между пальчиками очень хорошо, где вот эти вот перепоночки, да, вот этот ласково-ласково, обходим, сыграли на саксофоне, в общем, представляете, что это нежный инструмент, саксофон, что вы с ним обходитесь ласково, только в рот не берите со стороны манштука, все-таки многие ходят грязными ногами, ну, впадавшись в отражение, и тогда бывает пары, вот далее еще такой острее прием, нам самое главное, вот мы разжали пальчики, да, теперь там, где они растут пальцы, тут же тоже вот тут вот такой кости, да, пучком, мы их друг от друга отодвигаем с обоих сторон, пытаемся как бы раздвинуть, раздвинуть, ну, грубо говоря, с этой стороны мы смотрим, да, тут во середине вот такая линия, да, вот мы как бы, на две части, делим, раз раздвинуть, да, потом в эту сторону и в эту скользкий стол, нет, много масла, дайте салфетку сухую, нету, там они в пакетиках там, вон он лежит, а, вот лежит на пол, да, одно-одно, слишком много масла выдавилось из него, когда дети приходят на массаж, я не включу, ну что, готов, он такой, почему, сейчас будем из себя масла выдавливать, он такой, зачем, на мыло пойдет, из него потом мыло сделают, они верят, некоторые дети, вот, то есть, сжали, да, и достаточно сильно, видите, я вроде бы, как бы, достаточно грубо выгляжу, по сравнению с тонкостью его костей, да, но это делается сильно, да, в ту сторону, нагнули, и, вот, слышали, можно, раз, два, три силы приложения, и в трех местах будет щелчок, теперь захватил руку вот так, ой, ногу посильнее, ведь и в другую сторону, как в борьбе, теперь на пальцы, в эту сторону, опа, можно даже спочить их, так, вместе, сюда, до этого, до хрустили, вот, опять раздается хруст, по-негде, да, в ту сторону, теперь в обратную сторону, раз, их согнули, и растягиваем ахилловое сухожилие, вот, видите, оно натянулось, и мы дополнительно согреваем его, и лимфу толкаем вниз, 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 вниз идет, вот так вот, энергично, проходимся по пяточке, ну, вот, практически, лапа леопарда, да, она же формирует такую скобу, круглую, да, как раз, сюда очень удобно ложиться пятками, отрываем мясо пятки от костей, далее, лапа леопарда, вращательными движениями, проходим по всей стопе, если вы будете делать легко, то будет щекотка, да, если слишком быстро, то тоже будет щекотно, движение надо так разобрать, чтобы оно было жесткое и медленно, тогда вот он минимально будет испытывать щекотку, здесь очень много точек находится, ну, как правило, вот этот квадрат, да, он отвечает за наш кишечник, так идет толстая кишка, сигмовидная кишка, тут внутренние вот эти, мелкие кишки, там, двеносперстные и так далее, не разбирая этого всего, просто условно делим, как бы, вот, на клеточке, да, вот так всю ногу, и пальцами прожимаем каждый сектор, так вот быстренько, то есть, если человек пришел к вам на массаж стоп, конечно, он делается более подробно и более, как бы, там, основательно, да, прорабатывать какие-то конкретные зоны, но сейчас этот массаж входит у нас в массаж всей ноги, да, поэтому, как бы, вот на всю стоп, ну, не более пяти минут затрачиваем, далее у нас есть точки очень интересные под большим пальцем, вот, видите, она болевая такая, и под мизинцем, где вот он заканчивается, да, вот между мизинцем и вот следующим пальцем без названия, который, вот здесь такая точка, тоже достаточно сильно на них можно сжать, тоже, кстати, отвечают за половую функцию мужчины, и завершая вот работа с такой можно, ну, во-первых, может также их большими пальцами пройтись, вот раз, разжимаю в сторону, да, чем больше в сторону разводится, тем лучше, и кулачком потом достаточно сильно пройтись вот в ту сторону, в сторону пятки, то есть, опять же, от краев, от периферии, к центру мы вот видим всю кровь, а вот тут у нас, с этой стороны, а вот пятки, ну, от середины прямой пятки, да, и до начала сгиба большого пальца, идет в пунктурной точке всего позвоночника, тут получается вот копчик, да, вот крестец пошел, вот тут поясница, ну, и вот до сюда вот доходит тут шея, да, всех можно продавить, можно просто растереть, это достаточно быстро, энергично, иногда я говорю, ты не поверишь, что позвоночник еще помассировал, дополнительно, вот, от центра, ну, смысла, от пальцев, да, вот так вот, костяшками пальцев, тут тоже, в принципе, думал, все больно, но не больно, да, вот прям, постараясь между его вот этими косточками, вот так, блин, все убираем вниз, 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 и растрясаем ногу, после всех наших приемов, нога должна быть расслаблена, это чувствуете, когда вот мы трясем за самым кончиком, да, от движения передаем, до колена и до вот бедра даже, и вот так вот за пяточку, видите, в принципе, достаточно расслабленный, добавляем ему расслабленность тем, что можно как бы проверить полностью человека бесконтрольного, ну, когда он уже потерял от кайфа контроль, у него нога вот, может застополиться и как бы застыть в этой позе, то есть мышцы, и спереди, и сзади, они не работают.